Друзья, всем привет! С вами канал Будды Гришны. Сегодня в телеграм-каналах появилось обращение певца Макса Барских, которого недавно журналистка Алена Жигалова уличила в любовных отношениях с Аланом Бадоевым, режиссером. Она призвала Барских быть честным до конца и, собственно говоря, раз он такой европейский парень, по-честному признаться, сделать каминг-аут так называемый, то есть признаться в том, что он, собственно говоря, в общем, признаться, да, скажем так, признаться, что они с Бадойкой, значит, закладывают снаряды. Собственно, речь об этом и идет, о закладке снарядов. Все дело в том, что Макс Барских выложил обращение, оно на украинском языке, он, видимо, посмотрел все-таки какие-то соцсети, почему? Потому что призывали перестать говорить на русском, раз он запретил слушать его песни, то есть все, конечно же, слушали, а тут все пострадали, он запретил слушать. Немножечко корона у него упала с головы, да, и вот он пошел, записался в Вооруженные силы Украины. Двухнедельное обучение он пройдет, он заявил, ну и смеясь сказал о том, что с замечательными сделанными зубами, видно, за довольно огромные такие внушительные суммы такие зубы делают. Но, видимо, теперь он не скоро все-таки сможет их как-то коррекцию пройти, потому что в России его сильно не ждут. Но при этом совсем недавно, друзья, стало известно, напомню вам, что даже Макс Барских готов выступить в России, не только Лобода. Лобода, люди позвонили, начали договариваться с продюсером, он сказал, что, в общем-то, он готов приехать, выступить, весь вопрос в деньгах. Как вам? Я не знаю, как будет, конечно, после того, что он выложил там сегодня, что он прям в Вооруженные силы Украины пошел, но я, вы знаете, на примере Ротару сомневаюсь, что что-то изменится. То есть на какие-то частные мероприятия, на частном бизнес-джете, думаю, что за деньги он может и приехать, потому что они за деньги готовы все сделать. Говорит он на украинском языке, и он сетует на то, что кто бы мог подумать, он говорит, что тяжелее микрофона он ничего не держал. Но это правда, я думаю, что, значит, все-таки я хотел тут пошутить, что тяжелее, не тяжелее. Бодойки, но раз уж он говорит, что не тяжелее, ну, значит, поверим. Самое главное, что, конечно, он даже и не опровергал слова Жигаловой, потому что они все друг о друге все знают там. Жигалова вещает о шоу-бизнесе, и понятно, что она знает там абсолютно все. Что я хочу сказать, друзья. Вот вы знаете, там один актер, я не помню, Пашинин что ли, ее фамилия, что-то такое. Он снимался в паре фильмов, и он еще с 14-го года там записался в вооруженные силы Украины, пошел там воевать и так далее. Ну вот потом показывали, он жаловался, что денег нет, ничего нет, того нет, всего нет. Потом певица Приходько там тоже пела для вооруженных сил Украины, там потом выла, не знала, как-то, кстати, в России попасть на заработки. Теперь вот Барских, значит, ну вот он пойдет сейчас, после Бадоева, так сказать, поедет после двухнедельного в казарму его поселя. Так это мечта для него, после заявлений Жигалова, если он их не опроверг, так это просто мечта для Макса Барских. Это просто мечта, его поселят в барак, там 100 человек, 100 мужиков. Посмотрите, это, мне кажется, кто-то боится, кто-то опасается Барских, мне кажется, он не просто с удовольствием, он бегом туда побежит, знаете, в чем дело. А потом, соответственно, на передовую где-то его направят, и он на передовой будет там, собственно говоря, обслуживать армию. Я имею в виду, что можно подавать какие-то, брать снаряды и, собственно, нет, вы не подумайте, я не сейчас действительно не с каким-то вторым смыслом говорю. Это просто так вышло. Я имею в виду, что сразу же не допускают, чтобы куда-то стрелять и так далее, потому что, как правило, сначала обслуживают, потому что нужно принять снаряд. Этот снаряд нужно, соответственно, донести, например, чтобы не разорвался он преждевременно, чтобы он вошел в ту гаубицу, в которую нужно там и так далее. Это ужасная вещь, на самом деле. Но уже потом, научившись, соответственно, он уже может сам стрелять и так далее. Но вы знаете, это все имиджевые ходы абсолютно. Это вот все такое гнилье, имиджевые ходы. Понятно, что ни на какую, никакие ему, посмотрите на него, боже ты мой, какие ему там действия, господи, боевые. Это самые, мне кажется, боевые действия, в которых он участвовал, это, я не знаю, выпускной, наверное, свой, где он со стула упал. Это самые такие. И поэтому это все имидж, это все нужно сделать. Он понимает, что, скорее всего, в Россию больших концертов не будет уже. Поэтому, чтобы в Украине выслужиться, на Украине выслужиться, ему надо как-то это все вот обыграть. А как обыграть? Пойти, вот, записать, что вот он действительно, так сказать, вы его... Ему уже писали потом, что, а что ты сидишь где-то в бункере, иди за свою страну, так сказать, что ты там, агрессор это, а ты там, песни мои не пойти и так далее. И вот он здесь сидит, так сказать, он пойдет. Ну, посмотрите, это чистейшая форма, новенькая абсолютно, в которую он по лесу ходил на фоне хромакея. Хромакея, если кто не знает, это когда сзади вешают какую-то такую ткань, и на нее накладывают любое потом видеоизображение в редакторе. Поэтому я даже не сомневаюсь, что, может быть, ему автомат дадут, и там он куда-то постреляет, снимут, как будто бы там на него нападает какой-то специальный полк, или взвод какой-то, и он отбивается. Хотя там никого не будет, кроме Бадойки с камерой. Поэтому он же режиссер Бадойков, понимаете, он снимет просто блокбастер, это будет Рэмбо 10 в главной роли с Максом Барской. Но, друзья, если серьезно, конечно, это отвратительно, что люди, опять-таки, еще раз скажу, зарабатывали в России, заработали огромные деньги. За одно выступление он 40 тысяч евро получал, как писали, это, представляете, такие деньги. И они вывозили, их абсолютно никто не досматривал, на бизнес-джетах во Внуково вывозили, как говорил продюсер, десятками миллионов долларов, просто чемоданы забиты были деньгами. Ну вот как это можно было допустить? Поэтому отсутствие какого-то списка для возврата, для возвращения, ну хотя бы для тех людей, которые участвуют там на стороне Вооруженных сил Украины, хотя бы их-то можно, наверное, не пускать? Или они тоже прилетят, могут петь? Я ничего не могу понять. Ну хотя бы их-то уж давайте не будем пускать, это же совсем уже. Опять у нас говорят все, пожалуйста, без проблем. Не понимаю, друзья. Ну а Макс Барских, ну что сказать, думает, как и все из шоу Биза о деньгах, думает о том, где денежки он будет зарабатывать. Привыкли же жить совершенно на широкую ногу и так далее. А здесь надо выслуживаться, чтобы потом на Украине жить спокойно, чтобы претензий у никого не было. А то же будут пальцем тыкать говорить, ты же в России пел, ты же в России зарабатывал и так далее. У них ненависть сейчас будет страшной. Поэтому, друзья, для них этот вопрос носит принципиальный характер. И, конечно, ему нужно, чтобы там его таким своим считали. Друзья, интересно ваше мнение. Пишите просто комментарии, что думаете на все еще. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Напомню, что YouTube отключил рекламу во всех каналах на территории России. Поэтому мой канал, мой проект Будда Гришна существует исключительно и благодаря вашей лишь поддержке. Я выражаю огромную признательность, еще раз повторюсь всем, кто поддержку оказывает. Я вижу все ваши сообщения. Огромное спасибо, что мы остаемся с вами вместе. Благодаря вам. Благодаря вам в это трудное время. Кто хочет поддержать канал, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Там же ссылка на лучший, как мне кажется, новостной телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости 24 на 7, днем и ночью, с моими комментариями. Цензуры меньше, поэтому можно более как-то спокойно высказывать свои мысли, скажем так. И ссылочка в качестве факультатива, в качестве дополнения на группу ВКонтакте. Друзья, всем пока. До встречи. Продолжение следует...